Следующий скрипт, которым я регулярно пользуюсь, обрабатывает сигнал с датчика давления. Это у нас PX6, сейчас в производстве уже более новые датчики, PX10, PX35. Этот датчик, к сожалению, не отличался прочностью. Сам элемент был очень хороший и точный, давал очень точный сигнал. Но не всегда выдерживал воспламенение в цилиндре и иногда выходил из строя. Сейчас удалось найти хорошие качественные датчики, которые имеют значительно большую мощность и очень точный сигнал. Потому что десятки, даже несколько десятков датчиков перепробовали, характеристика подходит, начинаешь работать, сигнала нет. То есть он искажает, неправильно выводит. То есть вот этот хороший давал сигнал, но недостаточная прочность. На сегодняшний день недостаточно надежный этот датчик. Значит, выкручивается свеча. Вместо свечи закручивается датчик. Либо напрямую в цилиндр, либо через переходник, если у нас глубокий колодец. Катушка зажигания обязательно надо включить разрядник, чтобы искра не вывела из строя катушку зажигания. Нельзя высоковольтный провод оставлять никуда не подключенный. Иначе искра, она ищет себе место, где пробит, может вывести из строя катушку зажигания. И в данном случае у нас подключенный к разряднику и на высоковольтный провод одетый датчик синхронизации. Это дополнительный высоковольтный провод, то есть мы используем для того, чтобы подключить разрядник к катушке. Рекомендация производителя. Вот этот удлинитель сделать несколько вариантов, чтобы был геообразным. Потому что есть такие машины, как в каком-то серии, где очень низко переднее стекло, и там невозможно. Есть у нас уже гибкий переходник, который позволяет изгибаться. Дело в том, что достаточно много времени мы тоже потратили, пока удалось подобрать нужную конструкцию гибкого переходника. Скажу вам, вот прямо, 95% гибких переходников вообще не работают. То есть скрипт сразу же пишет сообщение, пневматический канал датчика неисправный. То есть очень тяжело подобрать полную характеристику, чтобы не было ни колебаний, ни раздутий. То есть в идеале вообще по возможности пользоваться металлическим. И причем вот этот металлический переходник, вроде бы там просто дырочка. Ну просто колоссальная разница под конструкцией изготовления датчика. То есть там очень много тонких, скажем таки, удлинителя. То есть удлинитель должен иметь очень правильный пневматический канал. Иначе идут переотражения сигнала, искажения. И мы по скрипту получаем полную переверну. Ни степень сжатия не видим. В самом худшем случае скрипт пишет сразу сообщение. Пневматический канал неисправный. Но те удлинители, которые изготавливают серийно, они работают нормально. То есть тем более даже эти удлинители все равно имеют небольшое отличие от прямого вкручивания в цилиндр. Но если вы запускаете скрипт, вы указываете, у вас удлинитель лонгер или у вас удлинитель флекс гибкий. И скрипт тогда делает еще более точные настройки. И мы получаем практически идентичные графики. Что если бы мы датчик закрутили прямо в цилиндр? И если бы мы датчик закрутили вот здесь вот мы указываем. Просто PX, PX-Flex гибкий, PX-Longer, то есть металлический удлинитель, PX-35 и вот тут все варианты. АПС-500 это у нас от микроскопа датчик. Кстати, не очень хороший. Наших денег, а точность, ну, увы, недостаточная. Еще одно замечание по вот этому разряднику. К сожалению, вот этот заводской разрядник, у кого есть, он создает достаточно сильные помехи. То есть мы одно время не могли, скажем, побороть. На некоторых машинах возникают очень сильные помехи и возникает сбой по USB. И одна из причин, там несколько причин есть, одна из причин сам вот этот разрядник. Сейчас мы изготавливаем свой датчик, который значительно меньше дает помехи. Свой разрядник. Можно использовать свечу, но нужно увеличенный зазор делать. То есть, как вариант, просто отломать боковой электрод. И убедиться, что в этой свече, в свече есть в середине помехоподавительный резистор. То есть, сюда элементарно можно тестером померить его между... Ну, хотя бы, хотя бы должно быть там 2-3 килоом, а обычно в районе 5 килоом. Если уже более 20 килоом, то это уже свеча не будет хорошо работать. Андрей, подскажите, для чего зазор выучивает? Дело в том, что когда свеча находится у нас в цилиндре, у нас в момент подачи искры достаточно большое давление в цилиндре. И это создает определенное напряжение на контактах нашей свечи, которые регистрирует наш датчик. Когда мы ее выбираем в атмосферу, у нас давление в разы меньше. Из-за этого амплитуда ощутимо меньше. И датчик может недостаточно точно регистрировать... Датчик синхронизации вот этот может недостаточно точно регистрировать вот эти импульсы. Поэтому, если мы работаем с подключенной, закрученной в цилиндр свечой, работаем с обычным зазором. Если свечу мы выбрали в атмосферный воздух, где значительно меньше давление, чем в цилиндре, нужен увеличенный зазор в районе 5 мм. Это не связано с возможностью повреждениям уровня зажигания, да? Так, дело в том, что напряжение на свече зажигания, которая находится в атмосфере, имеет 5 мм из зазора. То есть напряжение катушки будет приблизительно такое же, как свеча, закрученная в цилиндр, с зазором 1 мм. Вот, в принципе, как вы будете наклонить электрод, добавить или использовать эту свечу? Сделать специальную свечу, тестер. Да, да, одну свечу держать у себя, и у кого нету возможности купить заводской разрядник, то есть просто может взять свечу, отломать боковой электрод, и этого достаточно, чтобы использовать. Или взять готовый, там, небольшие деньги. Еще раз? Да, да, и свеча обязательно должна быть подключена к массе нашего двигателя. Обязательно свеча, наш разрядник, должен быть подключен к массе. Хорошо, давайте смотрим. Ну, вот график давления выглядит приблизительно в таком виде. То есть, я думаю, кто работал с мотор-тестером, этот график ему понятен, кто не работал. То есть, получается, у нас на такте сжатия давление в цилиндре повышается. То есть, мы заходим до верхней мертвой точки. Дальше, поскольку свеча в цилиндре не закручена, воспламенение не происходит. И мы просто разжимаем этот воздух, который у нас в цилиндре. Мы его разжимаем, и в этой точке открывается выпускной клапан. То есть, интересный момент, что поскольку мы в цилиндр набираем разряженный воздух, мы разряженный воздух сжали-разжали, и он все равно разряженный. И когда мы открываем выпускной клапан, у нас выхлопные газы в выхлопной трубе имеют атмосферное давление. И сначала они попадают нам в цилиндр, а только после этого мы их из цилиндра выталкиваем. То есть, вот здесь выхлопные газы попали в цилиндр. У нас одна атмосфера, но здесь есть неисправность нашего двигателя. Вот этого пика давления не должно быть. Это, скорее всего, неправильные фазы. Дальше открывается выпускной клапан. У нас создается разряжение в цилиндре. То есть, поскольку в выпускном коллекторе у нас разряжение, открывается выпускной клапан, и остаток выхлопных газов вытягивается у нас в выпускной коллектор. Набирая, пошик движется вниз, мы набираем смесь, клапан закрывается, мы опять начинаем наживать. Есть еще инструмент, который позволяет установить типовые точки на этой осциллограмме. Но, как по мне, это уже не очень удобный инструмент. Это, скажем так, так званый классический способ анализа осциллограммы давления в цилиндре. Я полностью, практически ушел от анализа осциллограммы. Я ее анализировал только при помощи скрипта, потому что скрипт дает мне значительно больше информации. То есть, скрипт эту информацию, во-первых, он отображает мне в текстовом виде, а во-вторых, я ее в более удобном представлении отобразил. Значит, скрипт ПИФ позволяет нам проверить пневматическую плотность цилиндра, позволяет увидеть степень сжатия углов установки газораспределения. Цикловое наполнение цилиндров воздухом, запраты энергии на такте выхлопа и характеристики системы опережения зажигания. Сейчас более детально каждый пункт рассмотрим. Значит, вот здесь пример, как выглядит скрипт ПИФ после выполнения измерения. Значит, процесс выполнения измерения такой же, как и у скрипта CSS. Режим холостого хода, плавно подняли обороты, сбросили, нажали до конца и в конце заглушили, в идеале тоже удерживая педаль газа, то есть, чтобы измерения были абсолютно одинаковые, что у скрипта ПИФ, что у скрипта CSS. То есть, вот у нас, мы нажали запустить скрипт, скрипт обработал и вывел нам в таком виде информацию о измеряемом нашем двигателе. То есть, вот мы можем почитать такие заключения, в данном случае, по этому автомобилю мы получили. Частота вращения двигателя на холостом ходу слишком высокая, возможно, двигатель не прогрет. То есть, скрипт сразу дает подсказки, как нам лучше проводить измерения, для того, чтобы получить более точную, более широкую информацию. Обнаружены нетипичные фазы газораспределения. То есть, он определил, что у нас распредвалы как-то не так стоят. То есть, тут сейчас более детально эти фазы рассмотрены. Да, сейчас мы этот вопрос обсудим. Большое сопротивление выпускного тракта при 4 тысячах. Причем, здесь сообщение красным. То есть, если красным сообщение, это скрипт точно видит, что там есть проблема. А желтое сообщение, он сомневается. Он просит диагноста еще раз убедиться, есть там проблема или нет. Может, эти фазы там такие и должны быть для этого мотора. Но оно не выглядит так, скажем, как на львиной доле автомобилей, которые ездят у нас по дороге. То есть, если к вам приезжает в Аеватроник, он точно вам скажет. Там нетипичные фазы. То есть, это не есть, скажем, такие фазы распространенные. Это может быть какой-то спортивный. Это может быть Примус приехать к вам. Знаете, такой машина дает Апримус. То есть, вот у Примуса, у него тоже нестандартные фазы газораспределения. Так званый цикл Аппинсона, который чуть позже мы сейчас обсудим. То есть, это не есть однозначное заключение, что там все плохо. Но он вам подсказывает. Пойдите, посмотрите, подумайте. Может быть такие фазы на этом моторе или не может быть. Слишком ранний угол опережения. Причем с красным хрестиком. То есть, не может такое быть. То есть, вот такое раннее, это вообще никуда не проходит. И желтый угол опережения зажигания раньше оптимального, на максимальной нагрузке при 1500-1400. То есть, на максимальной нагрузке не нравится ему вот в этом диапазоне. Там таки вообще плохо. А вот в этом диапазоне, ну может быть, мог бы быть. Ну посмотрите, может оно быть там или нет. То есть, чтобы диагноз сделал оценку. И плюс у нас идет еще текстовая информация. Это уже сообщение, то есть, которое он проанализировал. А здесь у нас информация по всем характеристикам, которые мы сняли, у нас в текстовом виде. В данном случае мы видим, что комплексные потери газа у нас 19%. И скрипт сразу подсказывает, какой рекомендуемый интервал. Что такое комплексные потери газа. Дело в том, что мы набираем в цилиндр наш воздух. Мы его сжимаем, потом разжимаем. И смотрим, а сколько воздуха осталось в цилиндре. И получилось, то есть, если мы изначально набрали, к примеру, 100 кубических сантиметров, или там 100 грамм нашего газа, мы его сжали-разжали, а в цилиндре оказалось уже не 100, а 90. Значит, у нас 10% газа потерялось. В данном случае даже не 10, а 20% потерялось. То есть, мы его сжали-разжали, а в цилиндре осталось всего лишь 80. То есть, 20% убежало через конца, через клапана. И, вот это не просто пневматические потери, а еще потери комплексные, тепловые. Что значит тепловые потери? Например, мы когда сжимаем наш газ, газ нагревается. Но нагретый газ, он отдает свое тепло головке, днищу, отдает поршню и стенкам цилиндра. И когда мы его разжали, а он уже более холодный, то есть, мы потеряли часть энергии этого газа и отдали эту энергию системе охлаждения. И чем больше мы отдаем энергии системе охлаждения, тем менее эффективно работает наш цилиндр. То есть, мы энергию выбрасываем просто через систему охлаждения в атмосферу. Таким образом, чем меньше мы теряем энергии этого газа, чем меньше мы теряем самого газа, тем лучше работает двигатель. Поэтому редко у нас встречаются двигателя, у которых менее 15%. То есть, бывает такое, что 14%, даже 12%. То есть, какие-то современные японские двигатели, а там бывают и 12%. Но ниже 10% практически нигде не бывает. То есть, тепловые потери все равно какие-то есть. Одна из причин того, что у нас экономичность, для того, чтобы улучшить экономичность, Фольксвайен, вот, предложил технологию ФСАИ, когда у нас так званая послойная смесеобразование, когда у нас есть возможность прыскивать топливо таким образом, чтобы струя, отразившись от поршня, у нас дотронулась до контактов искры, мы поджигаем смесь, и смесь образовывается только в центре цилиндра, а вокруг пламени, со стороны стенок цилиндра, у нас практически чистый воздух. То есть, таким образом, мы можем этим воздухом, как изолятором, изолировать наше пламя от стенок нашего цилиндра, уменьшить потери тепла с камеры сгорания в сторону системы охлаждения. Таким образом, мы еще на несколько процентов можем повысить эффективность нашего двигателя. Это не только Фольксвайен, это Риоанда. Ну да, 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 да. Я для примера привел Фольксвайен. То есть, вот здесь вот у нас есть Хорда, 15-го, если я не ошибаюсь, года. Здесь вот 14 процентов. То есть, это очень хороший показатель. То есть, потери минимальные у нас. Следующий параметр – это оценочная геометрическая степень сжатия. В данном случае рекомендуемый диапазон от 9 до 11. Но это не значит, что не может быть другой. То есть, есть двигателя, у которых 8,5. Какие-то старые двигателя с низкой степень сжатия. Но наоборот, современные, там, в плату 14 могут иметь степень сжатия. Поэтому, если вы увидите здесь 14, то есть, мы не бьем сразу тревогу, что у нас там проблема. То есть, мы смотрим, может ли для этого двигателя такая степень сжатия или нет. Да, то есть, более простыми словами, это у нас размер нашей камеры сгорания. То есть, если камера сгорания большая, то есть, пошли, далеко не доходят до нашей головки. Тогда сжатый воздух не очень сильно у нас сжимается. У нас низкая степень сжатия. Если головка будет находиться ниже, тогда у нас выше будет степень сжатия. Мы наш газ сжимаем значительно, до значительно большего давления. И у нас выше степень сжатия. И скрипт очень хорошо отличает. То есть, если мы померяем компрессию, например, компрессометром. И компрессометр показывает у нас 7. И мы сидим думаем, а 7 потому что у нас кольца пропускают? Или может из-за того, что шатун завуло, и поршень не доходит до верхней мертвой точки. И у нас большая камера сгорания. А почему вообще бывает? Бывает шумбнёт шатуны? Бывает. А почему? Да, что такое гидроудар? Вижу, что все знают, да? То есть, если наш двигатель во время работы заедет в очень глубокую лужу, и вода попадёт нам в цилиндры, воздух мы можем сжимать, а вода не сжимается. Ну, почти не сжимается. То есть, и получается, как только поршень пробует эту воду сжать, он упирается в эту воду. И настолько большая сила, что коленбол просто гнёт шатун, но не может наш поршень дальше продвинуть в сторону головки. И таким образом у нас увеличивается камера сгорания, у нас степень сжатия понижается. И если мы делаем проверку ПХ в таком цилиндре, у нас будет там не 10,6, а, к примеру, там 8, 7, в зависимости от того, насколько сильно загнуло шатун. То есть, мы можем сравнить с соседним и убедиться, есть там проблема или нет проблем. То есть, например, мы с CSS проверяем, что у нас один цилиндр работает плохо. Вроде бы и компрессия не очень сильно отличается, а бывает, что даже и не отличается особо. То есть, потому что потерь у нас нет, он всё равно сжимает воздух. Но, проверив ПХ, мы видим, что степень сжатия в этом цилиндре недостаточная. Либо, если у нас приходит машина с очень высокой степенью сжатия. В чём проблема высокой степени сжатия? Если у нас будет, например, здесь 14, то есть, как будет это отображаться на характере работы двигателя? Детонация. То есть, от чего зависит детонация? То есть, двигатель может детонировать. То есть, мы разгоняемся, у нас либо даже ухом мы слышим, что дзин-дзин-дзин-детонация происходит, как говорят, стучат пальцы. Либо мы можем по диагностическому прибору видеть ошибку, большой угол отскока по детонации. Первая причина – это низкооктановое топливо. То есть, обычно бензиновые машины ездят там 95-й, 98-й некоторые даже машины. Вот, кстати, газ, он у нас имеет отличное октановое число. То есть, мы все знаем, что у газа 76, да? Да, да, да. Где-то порядка там 100, 105, 107, 106. То есть, у газа больше октановое число, чем у нашего бензина. Ну, на своей практике определили, что зависимость угла обрежения зажигания есть, ну, зависит давление до угла. То есть, если давление компрессия телеграм больше, угол чаще всего надо делать позже зажигания. Если давление меньше, компрессия нужно делать раньше. Очень хорошее замечание. И сейчас мы через пару минут этот вопрос детально обсудим. То есть, мы здесь делаем оценку степени сжатия. И мы должны понимать, что высокая степень сжатия может привести к детонации двигателя. Если приходит клиент и жалуется, что у нас двигатель детонирует, уже все бензины перепробовал, там зажигание регулировали, все равно детонирует. Обращаем внимание, а не если у нас очень высокая степень сжатия. Например, из-за нагара в цилиндре, то есть, если на днище поршня раскопилось очень большое количество нагара. Либо неправильно отремонтированный мотор. То есть, неправильные поршня, шатуны, головка и так далее и тому подобное. В случае из практики сделали ремонт, запчасти какие-то нестандартные поставили. Страшно детонировало на бензине, даже на пропане была детонация, пришлось существенно понижать. А какую показывал скрипт? Ну, я скриптом не мерил, я не бываю. Ну, компрессометр вот же вот бензиновый на 1,5. Ну, не знаю, на 2,6 компрессометр будет. Ну, в данном случае скрипт сразу бы показал, что очень высокая степень сжатия. Аналогично, как и более низкая степень сжатия. Если приходит к вам машина, а там пишет 7-8 степень сжатия, такой мотор, он не будет ехать экономично, у него не будет достаточно мощности. То есть клиент будет жаловаться на недостаток мощности и на большой расход топлива. Значит, следующие вот эти цифры у нас там, фазы газораспределения, наполнение на холостом ходу, выпускной тракт и свечи, я бы хотел, чтобы мы рассмотрели соответствующие вкладки. Здесь у нас текстовый отчет, который можно распечатать, но диагност желательно, чтобы анализировал эту информацию. Все-таки на тех вкладках там более широко эта информация отображена. Давайте смотрим. Андрей, подскажите, мы анализируем конкретный цилиндр или обобщаем? Хороший вопрос. Значит, обычно я сначала делаю скрипт CSS. Определяю тот цилиндр, который работает хуже всех и меряю вот тот плохой цилиндр, предполагая, что все остальные цилиндры будут иметь параметры лучше, чем данный. Но иногда я меряю несколько цилиндров, например, если мне нужно увидеть отличия. То есть у меня V-образный двигатель, я меряю распределение в этой стороне и в этой стороне. Если у меня один цилиндр, например, указал подозрительную степень сжатия, я меряю соседний цилиндр. А в соседнем такая же степень сжатия. Все зависит от конкретной ситуации. Общий такой универсальный подход. Мы делаем CSS, определяем, какой цилиндр хуже всего, делаем PX в этом цилиндре. То есть это делается для того, чтобы как можно ускорить процесс диагностики. Дело в том, что если у меня каждый день 20-30 машин на диагностику, мне индивидуально разбираться с каждой, это занимает достаточно большое время. То есть я выполню несколько типовых операций, сканером прочитали ошибки, PX, CSS, Power, давление топлива померили. Мы, как правило, за этих несколько замеров, которые, в принципе, можно в 5 минут вписать, мы можем увидеть 95-98% проблем. Бывают случаи, когда надо значительно больше потратить время. Но вот такой подход позволяет создать поток. А поток однотипных машин позволяет накопить достаточно денег для того, чтобы развиваться. Потому что разбираться индивидуально с какой-то машиной, решение такой проблемы не дает заработка. Потому что у нас соотношение затраченного времени с заработанным деньгом не получается очень хорошим. То есть вроде бы там 3 тысячи за диагностику там взяли, но мы потратили неделю на нее работу. То есть лучше за эту неделю сделать там 100 автомобилей по 100 рублей, и это у нас будет там 10 тысяч гривен. Но решение каких-то сложных проблем поднимает репутацию сервиса. Чем выше репутация сервиса, тем больше заезжает автомобили даже с простейшими неисправностями. И на простых неисправностях удается заработать денег. А сложные машины мы делаем для того, чтобы поддерживать репутацию и поддерживать вот этот поток однотипных машин. И вот эти скрипты мне нужны для того, чтобы максимально ускорить процесс диагностики. То есть аналогично, многие сервисы, те, которые занимаются установкой газа, то есть они за 2-3, за 5 минут получают общую картину состояния. Есть ли нам смысл бороться с этой машиной? Или у нас там какие-то проблемы, может от нее лучше сейчас отказаться, то есть пусть сначала это все приведется в порядок, а потом уже установится газ, и точно он будет работать. Либо, да, либо сами же отремонтировать. Да, и тем более огромный плюс, что скрипт, он универсальный, он работает с любой машиной. Ну то ауди, лепту, своеобразный, рядный, то есть старый, новый, то есть вот в этом плане очень удобно. Так, смотрим, ага, следующая вкладочка. Недостаточное наполнение цилиндра при 6 тысячах, угол напряжения раньше оптимального. Значит, вот сейчас я покажу, как скрипт отображает у нас фазы газовоспределения. То есть для того, чтобы двигатель работал нормально, установка распредвала должна быть выполнена с достаточно высокой точностью. То есть отклонение установки в более раннюю сторону или в более позднюю сторону приведет к определенным неисправностям. То есть и наш двигатель начинает работать плохо. Вот в данном случае рассмотрим, вот есть у нас фазы газовоспределения. Вот такая диаграмма отображает, как установлены кулачки у нас в нашем цилиндре. То есть правильно ли установлены наши распредвалы. И зеленая вот эта вот полоса, она отображает диапазон работы впускного клапана, а красная вот эта полоса отображает диапазон работы выпускного клапана. То есть я думаю, что вот такие диаграммы вы должны были видеть, кто интересовался устройством двигателя внутреннего сгорания, в данном случае четырехцилиндрового. То есть четырехтактного. Вот эти вот линии, они отображают, какое количество у нас в цилиндре на каждом такте. У нас есть четыре такта. Сжатие, рабочий ход и выпуск. Давайте более детально рассмотрим, что здесь отображается. То есть вот этот вот рисунок, вот эта анимация, это не есть у нас как бы просто анимация, это реально. Здесь мы постарались отобразить все процессы, происходящие в нашем двигателе, на основе той сигнала датчика давления. То есть конкретно в этом цилиндре, который мы измеряли. То есть вот мы смотрим. У нас... Да, да, да. Дело в том, что во время измерения у нас отключено искрообразование и, соответственно, топливная смесь у нас никак не оценивается. Значит, смотрите, вот у нас есть такт впуск. Мы начинаем двигать поршень вниз. Впускной клапан у нас открытый. Мы движемся в диапазоне вот этой зеленой полосы. И вот зеленый график, он у нас удаляется от нашего центра. Чем дальше зеленый график от центра, тем больше газа у нас набирается в цилиндре. И вот это количество отображается у нас на графике. То есть 40, 50, 60, 70 процентов. То есть график все дальше и дальше у нас от нашего центра. То есть мы... То есть вот здесь видно вот эту цифру. То есть мы набираем воздух, стрелочка показывает, что через открытый клапан воздух набирается в цилиндре. Кстати, мы даже видим, что в цилиндре еще немножко даже и осталась часть выхлопной назад от предыдущего цикла работы. То есть в нижней мертвой точке, когда у нас поршень остановился, даже он начинает двигаться у нас вверх, видно, что по инъекции газы все равно еще попадают в цилиндр. За счет длины впускного канала, за счет скорости движения газа во впускном канале, даже когда уже поршень начинает двигаться вверх, еще газы какое-то время наполняют наш цилиндр. Поэтому клапан не закрывается точно в нижней мертвой точке, он закрывается позже. То есть, но по мере того, как поршень начинает двигаться вверх, часть газа выталкивается у нас в впускной коллектор, и завод как раз очень хорошо настраивает длину впускного канала, диаметр канала, фазовращателями подкручивают, то есть какие-то заслонки в впускном коллекторе, для того, чтобы очень точно добиться момента закрытия клапана, как раз у нас, когда максимальное количество воздуха у нас в цилиндре, то есть все эти процессы можно контролировать. Вот приблизительно в этой точке у нас впускной клапан полностью закрывается, и начинается процесс сжатия. То есть мы начинаем, вот здесь в цилиндре у нас сейчас есть 100% газа. То есть после того, как мы закрыли впускной клапан, мы считаем, что у нас в цилиндре 100%, и начинаем его сжимать. То есть сжимая газ, у нас количество газа почти не меняется. То есть давление меняется, но количество молекул в цилиндре остается то же самое. То есть вы понимаете, давление увеличивается, но количество молекул остается постоянное. Расстояние от центра нашего синего графика практически одинаковое. Это так сжатие. Когда мы подходим к верхней мертвой точке, вот здесь у нас уже количество газа на 5% стало меньше. То есть часть газа начинает теряться через наши кольца. То есть когда давление уже в цилиндре становится высокое, скорость потерь у нас становится больше. Мы его полностью сжали и начинаем разжимать его. То есть все равно часть газа теряется. То есть мы его разжимаем, 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 и подходим к точке, когда выпускной кулачок нажимает выпускной клапан. То есть когда клапан начинает открываться, поскольку в цилиндре газ разжатый, как мы уже говорили, мы набрали разжатый газ, разжатый газ мы сжали-разжали, и он все равно остался разжатый. И в момент открытия выпускного клапана сначала выхлопные газы попадают к нам в цилиндр, набираются в цилиндр. И только после того, как мы уже пошли поршень поднимать вверх через открытый выпускной клапан, мы его полностью выталкиваем в выхлопные газы из нашего цилиндра. Обращаю ваше мнение, что здесь вот этот график, он просто обрезан. В действительности наши вот эти графики, они были вот такие вот большие, но поскольку там информации никакой интересной я не увидел, я его просто обрезал для того, чтобы лучше было видно вот эти процессы, которые происходят здесь. То есть вот, когда мы доходим, к примеру, вот уже до такой точки, выхлопные газы у нас выталкиваются из цилиндра, графики все ближе и ближе движутся у нас к центру, и процент у нас становится все меньше и меньше, 60, 50, 40, 30, 20. В верхней мертвой точке кулачок уже практически перестает открывать наш клапан, то есть он уже уходит в сторону. То есть выпускной клапан практически закрылся и начинает открываться выпускной клапан. Ой, впускной, впускной, да. Фаза перекрытия. То есть, значит, вот после того, как начинает открываться впускной клапан в цилиндре, у нас еще осталась какая-то часть выхлопных газов в нашей камере сгорания. Поскольку в цилиндре у нас выхлопные газы под атмосферным давлением, мы их выталкивали в выхлопную трубу, а во впускном коллекторе разряжение, в момент открытия нашего впускного клапана, вот так эти выхлопные газы начинают затягиваться во впускной коллектор. То есть это происходит недолго, но какая-то часть выхлопных газов попадает в впускной коллектор. И по мере движения поршня вниз, мы их опять начинаем засасывать в цилиндр и набираем уже чистый воздух. И есть у нас часть выхлопных газов и часть свежей смеси. Вот так работает наш пирсик. Вы показываете какой-то средний параметр от всех циклов работы пирсика. Когда фазы регулируемые, то есть вы в ИДИА-системе или ВАНОС, там же оно все по-разному происходит. Поэтому как можно увидеть конкретно в данный момент времени на больших оборотах, либо на холостом ходу фазы надоосределения? Да, все правильно вы говорите. Дело в том, что скрипт КРИКС записывает достаточно много циклов. То есть холостой ход, перегазовка, опять холостой, полный газ. Но нормально вот эти вот графики, то есть скорость датчика, скорость движения газов через наши удлинители достаточная только в режиме холостого хода. На высоких оборотах не успевает датчик срабатывать, не успевают газы попадать к нашему... Там уже мы ничего не можем увидеть. То есть все у меня график, опережение, зажигание, наполнение, выхлопа, вот эти все вкладки, они рисуются для всех циклов. То есть вот это все для всех циклов. А фазы газораспределения и количества рисуются только для восьми циклов в режиме холостого хода. И то у нас вкладка количества это вообще у нас стабильный холостой ход, а вкладка фаза это вход в холостой ход. То есть мы специально выбирали там одни участки, тут другие участки, для того, чтобы более точно видеть происходящие процессы. Если вы хотите увидеть в каком-то другом месте, вы можете выделить любых восемь циклов в любом участке ассорограммы и скрипт нарисует восемь, десять, пять, но просто если вы выделите там 15 циклов, вы уже не знаете, какие конкретно восемь он возьмет. Нет, нет, он выберет, скрипт сам посмотрит и выберет для себя наиболее подходящий. То есть он пересматривает весь файл и из всего файла выбирает восемь пакет наиболее подходящих для себя циклов. Да, ну и в идеале выделите восемь циклов и он эти восемь циклов вам нарисует на этих графиках, но только эти восемь. Если вы обрабатываете весь файл, он сам пересмотрит весь файл, найдет наиболее подходящие, по его мнению, участки и нарисует только вот эти участки, фаза и количество для этих восемь. А все остальные наиболее восемь файла. Например, если вы хотите увидеть работу фазовращателя, можно. Я могу сейчас найти примеры, то есть когда мне надо проверить, работает фазовращатель или нет, я тогда его запускаю в режиме холостого хода, снимаю разъем с фазовращателя, то есть у нас фаза уходит где-то в одну сторону. Я какое-то время записываю, потом ставлю метр. Например, просто плавно обосну, чтобы я знал, что у нас поменялся режим. И подаю питание на фазовращатель, для того, чтобы фазовращатель выкрутился в другую сторону. Ага, и у меня есть файл, где первая часть у нас фазовращатель был отключен полностью, вторая часть, где у нас фазовращатель отключен полностью в сторону. Выделил восемь здесь, выделил восемь там. Тут запустил скрипт, и там запустил скрипт, вижу. Здесь у нас поздняя фаза, там ранняя. Можем я вот пример рассмотреть, просто сейчас я бы не останавливался, мы много времени потратим. Единственное замечание, подавать напряжение на фазовращатель потенциально опасно. Если у вас распредвал установлено все правильно по заводским меткам, никакой проблемы не будет. Встреча клапана и поршня не произойдет. Но если у вас впускной распредвал стоит в ранней позиции, то есть он и так уже слишком ранний, и вы подадите туда питание на фазовращатель, и компьютер попробует, ну и система изменения фаз попробует еще раньше покрутить распредвал, может произойти встреча клапанов и поршней. Поэтому такую операцию надо делать очень аккуратно, то есть понимая ответственность. И я лично проводил, периодически провожу такую проверку, для того, чтобы понять, работает или не работает фазовращатель, когда я имею какие-то ошибки. И несколько раз я слышал, как поршень бьет поклавно. Просто я очень кратковременно туда подаю питание, то есть чтобы его потихонечку сдвигать в раннюю сторону, то есть и ты-ты-ты-ты. Было несколько случаев, когда стучал поршень поклавно. Слава Богу, никогда я не гнул клапана, то есть в качестве эксперимента я такой проводил эксперимент полностью под свою ответственность, понимая, что теоретически я могу загнуть клапан. Хотел опроверить, а потом снять, не имеет, не заводит. Сейчас мы с фазовращателем еще более детально этот вопрос изучим, и я объясню, как я сейчас это проверяю, как я делаю, для того, чтобы иметь понимание, как это все проверяется. В общем, на этом практике у нас отображены правильно установленные фазы газораспределения. И вот закрытие впускного клапана и открытие выпускного, они находятся у нас в такой своеобразной семерне. То есть ширина фазы впуска и ширина фазы выпуска, они у нас одинаковые. Это так званый цикл отто. То есть по такому принципу сделано, ну, скажем так, очень большое количество двигателей, особенно тех, у которых нет никаких фазовращателей, одноразпредвальные. Это 98% будет у нас там цикл отто. Смотрим следующий пример. А, следующий пример смотрим, вот здесь. Вот в данном случае у нас есть проблема с установкой фазы газораспределения. Получается, что впускной распредвал закрылся, я думаю, впускной клапан закрылся позже. То есть он должен был где-то у нас в этом месте закрыться, приблизительно в середине вот этого прямоугольничка, ну, в пределах этого прямоугольничка. А он у нас закрылся позже. Вот эти вот метки я поставил, это через каждые 15 градусов. Для двигателя с ременным приводом у нас один зуб. На ремне ГРМ это приблизительно 15 градусов. То есть визуально я вижу, что у меня здесь, ну, один, или, скорее всего, два зуба по впускному валу. Хотя по выпускному, если бы у нас было идеально, один. Ну, не все двигателя как бы абсолютно точно. Где-то чуть шире фазы, где-то чуть-чуть уже. То есть я здесь вижу, у нас либо один, либо два зуба, позже стоит и впускной, и выпускной вал. Если это у нас одно распредвальный двигатель, значит, у нас мы можем только одновременно и тот, и тот кулачок двигать. Хуже ситуация, когда двух распредвальный, потому что у нас только один может быть неправильно установленный. Но, тем не менее, мы четко видим, вот у нас впускной кулачок, вот выпускной кулачок. Таким образом, я вижу, что у нас поздний впуск, поздний выпуск, и фаза перекрытия тоже сдвинулась в позднюю сторону. То есть у нас поздняя установка распредвала. То есть нам надо перекинуть на один хотя бы зуб распредвал. И еще раз сделать пикс, посмотреть, получилось у нас нормально или нет. Сразу вопрос, а в чем проблема вот с такими фазами? Почему плохо ездить с такими фазами, когда установлен поздно установлен распредвал? Дело в том, что впрыск, у нас какой впрыск блок управления, если я планировал туда впрыск, он и впрыскит. Воздух двигатель не набирает. То есть он у нас, да, там будут коррекции. То есть проблема в том, что у нас двигатель не будет набирать достаточно воздуха. Тут еще какие-то были идеи? Нет, нет. Вот такое зарубдение. Он получается будет сбрасывать, вот нам будет клапан закрываться, пускной, часть будет сбрасываться с цилиндра, получается неполное наполнение цилиндра горючей смесью. Он будет частично выбрасывать в пускной коллектор. Хорошо, а на каких оборотах? На низких. На низких оборотах. Вот хорошо, вот правильно. То есть дело в том, что поздний угол впрыска, ой, извините, поздние фазы приводят к тому, что мы очень сильно теряем крутящий момент на низких оборотах. То есть когда у нас время достаточное, чтобы мы вытолкнули назад этот весь газ. Но на высоких оборотах мы уже не будем иметь таких больших потерь. Потому что на высоких оборотах как раз и хорошо, чтобы было позднее закрытие пускного клапана, потому что у нас цикл достаточно быстро происходит. Газ разгоняется в пускном коллекторе и даже если мы дошли до нижней мертвой точки и поршень начинает двигаться вверх, за счет скорости в пускном коллекторе газ все равно успевает набираться через открытый клапан. Таким образом, на спортивных моторах, скажем, на высокообороте мотора, как правило, у нас впуск достаточно поздний получается. На низкооборотных моторах у нас впуск в большинстве случаев смещается в более раннюю сторону. То есть на низких оборотах нам удобнее всего было бы в нижней мертвой точке закрыть клапан. То есть у нас есть время набрать. Мы опустили вниз, воздух набрался, то есть медленно двигатель крутится, воздух набрался в нижней мертвой точке, максимальный объем цилиндра, мы клапан закрыли. А на высоких оборотах, больше не идет вниз на высокой санкальной скорости, воздух еще не успел разогнаться. Мы уже дошли до нижней мертвой точки, уже движемся вверх, а воздух еще на скорости движется в опускном коллекторе. И даже если мы поздно закроем впуск, все равно наполнение достаточно высокое. То есть получается, что поздний впуск нам дает улучшение на высоких оборотах, а ранний впуск дает нам улучшение на низких оборотах. Поэтому в некоторых случаях я все-таки индивидуально подхожу к конкретному автомобилю. Может вот из присутствующих кто-то слышал такое распространенное мнение, что на восьмерках, девятках мотор лучше работает, когда на зуб раньше распредвал стоит. То есть получается, что на некоторых машинах нет точно симметрии. То есть у нас же шестерни не разрядзная, мы ее либо сюда ползуба, либо туда ползуба, и не можем поставить его точно симметрично. И я уже тогда смотрю, куда мне лучше вот эти ползуба. В более раннюю сторону или в более позднюю. Если человек это какой-то там скажем, такой постарше спокойный человек, который ездит на низких оборотах, я ему тогда ставлю вот эти ползуба в более раннюю сторону. То есть я не по центру ставлю, а чуть-чуть ползуба сюда. Но когда я не могу поставить точно пометки, понимаете, не всегда ремень позволяет точность изготовления деталей, растянутость ремня и так далее. То есть не всегда мы можем добиться идеальной позиции, чтобы вот точно здесь был впуск и точно здесь был выпуск. У нас либо ползуба сюда смещается, либо ползуба сюда смещается. То есть если это для спокойной езды машины, нам лучше ползуба его сместить в эту сторону. Если наоборот, мне надо максимальную мощность, чтобы я там оборвал соседа, потому что у него там Волга, у меня 15-е ДД, вот эти вот зубы ставлю в более позднюю сторону. Один зуб уже ощутимо, то есть если один зуб у нас позже, тогда наверху мы еще не особо ощутим потери, но на низу уже ощутимо. Если два зуба отклонения, тогда мы уже значительно теряем крутящий момент во всем диапазоне, но при поздней установке в два зуба, то есть если впуск будет вот так на два зуба, то есть мы на низких оборотах уже сильно потеряем эффективность, а если два зуба туда, тогда у нас на высоких вообще она не набирает обороты. При три зуба ошибки в установке фазораспределения машина очень часто уже вообще не заводится, либо если заводится, то уже не может передвигаться. Четыре, пять зубов и больше машина обычно не заводится уже вообще. вот это типично вот так, где фазораспределение стоит. Да, сейчас все вот так это нормально. Но насчет того, что нормально, мы чуть-чуть позже вернемся. Вот здесь пример, когда у нас ранний установка распредвала распредвала, то есть это тоже однораспредвальная 15-ка. Вот здесь у нас два зуба раньше. Два зуба раньше выпуск, два зуба раньше впуск, фаза перекрытия сместилась влево. Вот это у нас очень широкие фазы. Вот это VR6, то есть достаточно спортивного характера мотор. То есть спортивные моторы имеют более вот такие широкие фазы, для того, чтобы лучше работать на высоких оборотах. мы теряем низкие обороты, но это типа намек на спорт VR6, Wolf3, VR6, так, чтобы он там на высоких угадал. И смещены все равно. Ага, да, да. Здесь мало того, что у нас фазы широкие, он правильно заметил, а плюс еще один зуб смещен. То есть в данном случае выпускной не, 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 здесь обращателя нет. Нет, но я имею в виду, что он должен являться в направлении вправо и вправо и это норма. То есть в данном случае у нас не норма, то есть у нас выпускной должен быть раньше, здесь впускной он тоже подойдет к границе нашего вот этого прямоугольника, то есть спортивные моторы смещены ближе вот к этой части, а низкооборотистые, скажем, старые Волги какие-то такие старые школы, то есть у них низкооборотистые моторы, как правило фазы сюда более узкие. И на следующем примере вот это уже у нас мотор с фазовращателями, тогда мы его уже рассмотрим после обеда. То есть вы будете спать, а я буду рассказывать. все кого интересуют, все уже здесь, да? Значит, до обеда, если вы помните, мы обсуждали фазы газораспределения, правильность установки распредволов согласно меток, и как влияет отклонение установки фаз газораспределения на характеристику нашего двигателя. То есть когда у нас более ранние фазы, когда более поздние фазы, и рассматривали примеры для двигателей, у которых нет системы изменения фаз газораспределения. То есть распредвалы у нас фиксированы. У нас они не могут стать раньше, не могут стать позже. То есть не поворачиваются в более ранние, или в более позднюю сторону. На современных автомобилях очень часто мы уже видим систему изменения фаз. Когда у нас впускной распредвал может стать раньше, позже, и даже на многих уже двигателях и два распредвала уже в более раннюю, более позднюю сторону смещается. Некоторые двигателя имеют несколько кулачков на распредвале. То есть есть система переключения на один мы можем все-таки свести к каким-то более-менее общим параметрам. Я предлагаю сейчас рассмотреть следующий пример. В данном случае с первого вряда нам может показаться, что у нас стоят неправильно установленные метки газораспределения. То есть выглядит как будто у нас поздняя фаза выпуска. То есть обычно мы ее наблюдаем в центре вот этого прямоугольничка, то есть чуть в раннюю, чуть в более позднюю сторону. Здесь достаточно поздняя фаза выпускного кулачка, приблизительно на полтора зуба позже, и аналогично фаза впускного кулачка, порядка на полтора зуба тоже позже. И смещена фаза перекрытия в более позднюю сторону. Но зная, что это у нас двигатель Nissan 1.5 2003 года, зная, что на этом двигателе установлена фаза вращателя, в данной ситуации у нас все правильно. Значит, сейчас я хочу дать немножечко объяснение. Дело в том, что те моторы, у которых стоит фазовращатель, как правило, имеют вот такую фазу. То есть у нас впускной вал смещен в более позднюю сторону. Классический двигатель Orto у нас, как правило, имеет фазу впускного вала приблизительно в этой позиции. Но, поскольку у нас стоит фазовращатель, блок управления может эту точку смещать в позднюю или в раннюю сторону. Таким образом, когда мы смещаем его в раннюю позицию, мы получаем почти классический двигатель Orto. Когда у нас выпускной распредвал и впускной распредвал имеют одинаковые углы, и мы видим визуальную симметрию. То есть, когда у нас вот эти две точки визуально симметричные, на средних нагрузках, когда у нас точка открытия выпускного вала и точка закрытия впускного вала, приблизительно они симметричны относительно нижней мёртвой точки, ну и соответственно относительно верхней мёртвой точки. Но, в режиме работы, когда двигатель работает в режиме холостого хода, у нас идёт смещение в позднюю сторону впускного распредвала. Так званый цикл Аткинсона. Зачем на современных двигателях мы переходим от цикла Отто к циклу Аткинсона? Цикл Аткинсона предусматривает более короткий впуск и более длинный выпуск. Таким образом, мы закрыв в этой точке наш впускной клапан, то есть, мы набрали какое-то количество газа в цилиндр и дальше мы набрали газ в цилиндр и дальше часть наших газов выталкиваем из цилиндра таким образом в цилиндре остаётся меньше газа. После того, как мы его сжали разжали мы его разжимаем ещё сильнее разжимаем 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 и вы знаете, что сжатый газ он имеет высокую температуру. По мере того, как мы его разжимаем у него падает температура и чем ниже будет температура выхлопных газов, тем меньше энергии у нас улетит в выхлопную трубу. То есть температура выхлопных газов у нас определяет ту энергию, которую у нас имеют наши выхлопные газы. Если мы можем понизить температуру выхлопных газов, мы больше их разжимаем, соответственно, мы больше энергии забираем, то есть поршень больше, эти газы больше времени давят на наш поршень, мы отдаем эту энергию коленвалу, таким образом мы улучшаем топливную эффективность нашего двигателя. Поэтому некоторые производители позволяют себе даже на распредвальных двигателях, где нет у нас фазовращателя, позже открывать выпускной клапан. То есть таким образом у нас выпускной клапан открывается не в этой точке, а позже. Мы больше этот газ разожмем, заберем с него больше энергии и выхлопнуем другу, он уйдет уже более холодный, то есть меньше энергии вылетит у нас в атмосферу. Значит, цикл Аткинсона имеет короткий впуск и длинный выпуск. То есть короткий такт сжатия и длинный такт розжатия. Да, я немножечко неправильно терминологию. То есть короткий такт сжатия и длинный такт разжатия. То есть длинный такт рабочего хода. Теперь как нам определять правильно или неправильно установлены метки газораспределения на двигателях, у которых установлены фазовращатели. Ну, во-первых, на тех двигателях, где стоит фазовращатель, у нас, как правило, регулировка впускного вала происходит на основе сигнала датчика распредвала. И если у вас неправильно установлены метки газораспределения, в большинстве случаев мы получаем ошибку. То есть нам не надо скриптом проверять полностью работу впускного вала, блок управления сам его прогиагностирует и даст нам уже ошибку, что у нас есть ошибка установки распредвала. Поэтому мы проверяем выпускной вал, на котором у нас не стоит датчик распредвала. Но тем менее, мы и впускной можем проверить. Тут есть еще одна особенность по впускному валу. То есть когда мы проверяем наш двигатель с фазовращателями, я настоятельно рекомендую вам отключать разъем от клапана фазовращателя. Почему? Дело в том, что для нашего двигателя в режиме холостого хода нам нужно, чтобы распредвал был установлен в эту точку. Но у нас есть диапазор, куда фазовращатель может сдвигать наш распредвал в более раннюю или в более позднюю сторону. То есть конкретно для этого двигателя. То есть я могу даже показывать пример, просто за много времени поверьте на слово. То есть у нас вот эта точка, когда мы подаем на клапан напряжение, может смещаться сюда. Когда мы снимаем напряжение, эта точка смещается в эту сторону. Но когда мы снимаем разъем, он у нас распредвал идет в самую позднюю сторону. Это может быть где-то приблизительно вот такая позиция. Но мы можем столкнуться с одной очень интересной ситуацией. То есть если мотор, когда мы собирали, неправильно выставили метки, не взвели наш механизм фазовращателя, у нас диапазон может быть не вот такой, как я вам показывал, то есть вот так, а он может быть к примеру вот такой. То есть получается более поздняя фаза. Когда мы завели мотор, блок управления видит, что фаза очень поздна, дает сигнал управления на клапар, и поскольку диапазона достаточно, то есть он вот эту нашу метку сместит в нужное нам место. Таким образом, то есть блок управления по сигналу датчика распредвала увидит, что фаза неправильная, даст сигнал и сместит нам в нужную сторону. но проблема в том, что в режиме холостого хода у нас будет нормальная фаза распредвала. Но когда мы попробуем ехать на других режимах, блок управления захочет вот эту точку переместить сюда, а диапазон у нас не позволяет сместить распредвал в нужную точку. То есть механически будет упираться наш фазовращатель и не сможет сдвинуть в равную сторону. Поэтому я рекомендую на автомобилях, у которых установлены фазовращатели, снимать разъемы с клапанов фазовращения и тогда у нас сдвигается в позднюю сторону наши распредвалы. И как правило в режиме холостого хода оно у нас вот почти что в этом диапазоне и работает. То есть исправный мотор имеет вот такой диапазон. В режиме холостого хода вот держит эту метку, мы снимаем распредвал, разъем с клапана фазовращателя, он чуть-чуть у нас смещается, упирается в механический упор самого фазовращателя. и мы знаем, что у нас ориентировочно 20 градусов должен быть еще диапазон в более раннюю сторону. Если у нас распредвал, если мотор собран неправильно и возвращатель у нас установлен так, что диапазон в более поздней стороне, тогда сняв разъем у нас распредвал уйдет в очень позднюю сторону и мы будем понимать, что у нас есть механическая проблема, а с подключенным разъемом блок управления по сигналу датчика распредвала сделает коррекцию, выкрутит распредвал в желаемую позицию и мы не будем видеть, что у нас мотор собран неправильно. Понятно? Не надо еще раз этого решения? Как максимальный египет на регуляции снявки? Обычно порядка 25-30 градусов. У разных производителей может быть небольшой отличие. если снятый разъем, тогда он практически в этом же положении останется. То есть с одетым разъемом он у нас будет вот в этой точке, а со снятой может он на 3-5 градусов сместиться, то есть это допуски механической регулировки. А если мотор неправильно собран, тогда он может уехать на 15-20-30 градусов в зависимости от того, насколько неправильно собран наш мотор. Всегда они уходят. Ну, по крайней мере, я не видел ни одного мотора, у которого бы при снятии фазовращателя, чтобы он у нас уходил не в позднюю, а в раннюю. Причем и по выпускному валу аналогично. Дело в том, что во время запуска двигателя у нас система фазовращения полностью отключена. Нет давления масла, нет питания на наши клапана, и получается, что запуск происходит на поздней фазе. Когда двигатель запустился, появляется давление масла, подвес напряжение, и уже блок управления сдвигает распредвалы в нужную ему сторону. А без напряжения, то есть за счет сопротивления распредвалов, оно уходит в более позднюю сторону. Выпуск нам расставить. Да, сейчас мы заканчиваем с нашими фазами газовостребления. не оставить 40 фазами. Значит, по выпуску. Выпуск обычно у нас стоит здесь, некоторые производители где-то на один зуб сдвигают ближе к поздней стороне нашего квадратика. Nissan и Infiniti почему-то в отличие от всех других производителей, может еще какие-то, но у Nissan нам очень часто они иногда позволяют даже два зуба позже распредвал. То есть я проводил эксперименты зуб раньше, зуб позже выпускной вал по динамике разгона автомобиля практически я не вижу разницы. То есть один зуб мало влияет на динамику автомобиля, но скорее всего он влияет на экономичность. То есть по крайней мере исходя из теории, то есть технически я не имел возможности и не проверял то есть насколько вот этот зуб позже выпускной вал сколько мы там экономим 5-10% получаем не знаю. Но судя по тому, что большинство производителей сейчас уходят более позднему не позиции выпускного вала, но скорее всего там какие-то пару процентов и все-таки они получают. То есть типично здесь допустимо здесь у Ниссана возможно еще даже зуб позже сюда. Вот это у нас типово если у нас есть фазовращатели. Если фазовращателей нету, тогда у нас симметрично как впуск так и выпуск может быть на один зуб позже выпуск даже без фазовращателей с точки среди экономии на современном обороте. Вот общий принцип такой. Можно кстати сразу еще одно дать замечание. Дело в том, что двухраспредвальные моторы могут иметь одну интересную ситуацию. То есть у нас может быть симметрия симметрия, но оборот предвала у нас могут быть сдвинуты навстречу друг к другу. Таким образом вверху у нас получается большая фаза перекрытия. И вот эта большая фаза перекрытия вызывает очень интересное проявление в режиме холостого хода. То есть все же вы наверное видели карбюраторный мотор. Вы пробовали на карбюраторном моторе вытянуть подсос, когда она прогрета. То есть двигатель начинает работать на таком режиме бам-бам-бам-бам-бам то есть его вот так трясет. И большая фаза перекрытия вызывает похожую ситуацию. Дело в том, что правильнее бы сказать, что вот сейчас именно ССС покажем пример. Вот это троение означает очень сильный перекос по составу смеси. Это может быть действительно переобогащение смеси. Может быть сильное переобеднение смеси. Но если мы по сканеру видим, что ландозон подрабатывает, смесь у нас нормальная, а холостой ход неровный, тогда мы подозреваем неправильные базы газораспределения. То есть у нас в цилиндре может кроме воздуха и бензина быть очень много выхлопных газов. эти выхлопные газы, да, вот здесь если вы видите, как работают в режиме холостого хода, нету одного троящего цилиндра, то есть все цилиндры, но вы видите, какой характерной пилой они все работают, то есть работает и работает, работает и не работает, работает и не работает. Почему получается такая ситуация? Причем на частичной нагрузке, то есть он уже работает более-менее адекватно, в полную нагрузку работает более-менее нормально, а вот холостой ход просто отвратительный, то есть нету ровного холостого хода. Что у нас получается? За счет большой фазы перекрытия у нас получается ситуация, когда еще выпускной клапан, он еще не закрылся, то есть выпускной клапан вот так, он еще не закрылся и уже начинает открываться выпускной клапан. Выпускной клапан связан с выхлопными газами, а выпускной разряжение в выпускном коллекторе и через два открытых клапана мы засасываем часть выхлопных газов на впуск. Дальше выпускной клапан закрывается, мы набираем с выпускного коллектора газы, но это не чистый воздух мы набираем, а наполовину разбавленный с выхлопными газами. Дальше сжимаем это все вместе с топливом, пробуем поджигать, смесь загорается, мы ее выбрасываем в выхлопные в выхлопные коллекторы выкидываем чистые выхлопные газы, затягиваем назад на фазе перекрытия и уже следующий раз мы затягиваем не воздух, а сейчас давайте еще раз, то есть первый раз мы затянули, например, когда мы запустили мотор, сначала затянули чистый воздух, сжали воздух с бензином, то есть без выхлопных газов, сжали, разжали, выбросили в выпускной коллектор, на следующем цикле вытянули выхлопные газы в выпускной коллектор и уже набрали в цилиндр смесь который горит очень плохо либо не загорается вообще, то есть у нас идет пропуск воспламенения, мы выбрасываем в выхлопную трубу половину смеси половину выхлопных газов, то есть нечистые выхлопные газы, затягиваем эту полусмесь назад в выпуск и уже этот цикл уже более обогащенный, больше содержание в ней, более чистый, скажем так, с меньшим содержанием выхлопных газов, он загорается, в выхлопную трубу попадают у нас выхлопные газы, и этот цикл через один раз повторяется, то есть очень сильное отклонение в составе смеси может привести к тому, что у нас неровный холостой ход, но если мы по лямблазонду видим, что у нас смесь стихиолетрическая, потому что лямблазон на выхлопные газы чистые не реагирует, он реагирует только на кислород или на топливо, а выхлопные газы, они энергии, то есть они не регистрируются, таким образом мы видим, что соотношение воздух-топлива у нас нормальное, полиэнтезонду нормальное, а мотор работает неровно, мы подозреваем большую фазу перекрытия. Теоретически да, но в действительности клапан EGR немножко не так работает, там нету, у нас мы не можем за один цикл полный круг пройти, то есть клапан EGR он дает, может дать нам волнообразный, но может в принципе и переобогащение дать, то есть если у нас там определенная дозировка и он вышел на какой-то более-менее стабильный режим, клапан EGR тоже может переобогатить вопускной коллектор выхлопными газами, но очень часто открытый клапан EGR он дает волными, ему heart блебför это то есть заменить чистый воздух выхлопными газами и он как правило начинает волнами, то есть заработал двигатель хорошо, выбросил выхлопную трубу чистые выхлопные газы, Они пока прошли по системе EGR на впуск, то есть опять задушило наш мотор, то есть выбросили смесь в выхлопную трубу, прошли по системе EGR. Ну, в принципе, и EGR может дать такую пилу. Чаще всего эту пилу я наблюдаю именно когда у нас большая фаза перекрытия. Но, тем не менее, я сразу вам даю понимание, что вы увидели эту пилу, о, точно фаза перекрытия. Надо перепроверить. Посмотреть, работает ли лягда, проверить у нас или симметрично фазы газораспределения. Вот смотрите, то есть если у нас большая фаза перекрытия, тогда у нас впускной вал должен сдвинуться против часовой стрелки. То есть у нас вот эта точка уходит сюда, и наша зеленая линия уходит сюда. А красная смещается в противоположную сторону, по часовой стрелке, и здесь у нас увеличивается. Таким образом мы получаем большую фазу перекрытия. Но скажу сразу, что вот эти точки не очень точно рассчитываются. Лучше ориентироваться вот на эти точки. То есть если мы видим, что эта точка сместилась вниз, мы понимаем, что и верхняя точка должна была дальше завернуться против часовой стрелки. Если эта точка сместилась по часовой стрелке, значит и эта точка сдвигается. То есть у нас, скорее всего, большая фаза перекрытия, у нас пилообразная работа в сердце литров, у нас лягда зонт работает нормально. Надо разбирать мотор, выставлять метки газораспределения. Очень часто такой проблемой болеют те моторы, у которых две цепи. То есть если вы посмотрите, это газельки. Ну прям как добрый день. Чуть ли не каждая вторая газелька. Просто никто не хочет снимать промежуточную, снимать крышку переднюю и добираться до промежуточной шестерни. А там есть метка. Если не выставить метку промежуточной шестерни, тогда распредвалы мы не можем выставить по метке. У нас либо ползуба вверх, либо ползуба вниз. Потому что на шестерне распредвала не черное количество зубов. То есть если я вижу, что у меня на газельке нитку натянул, а у нас либо метки вниз, либо метки вверх, я делаю один оборот коленвала, метки расходятся в противоположную сторону, откручиваю эти звездочки, на 180 разворачиваю распредвалы и назад одеваю уже точно по меткам звездочки. То есть может оно не будет всем понятно, столкнетесь с той газелькой, еще раз вспомните, что я вам рассказал, на месте посмотрите, подумайте и все у вас получится. По-хорошему надо разбирать переднюю сторону нашего мотора, искать метку на промежуточной шестерни. Но чтобы вы знали, все моторы, у которых две цепи и промежуточная шестерня, они могут иметь проблему, что вы не попадаете по меткам. Либо ползуба туда, либо ползуба назад, это значит неправильно установлена метка промежуточной шестерни. Чтобы попасть на метку промежуточной шестерни, нам надо сделать один оборот коленвала. Тогда промежуточная шестерня уже по метке, но распредвалы в противоположную сторону от меток. Снимаем шестерни, распредвалы ставим на место, и тогда мотор соберется вам по меткам, и холостой станет ровно. То есть это такой нюанс. Мы вспоминали, сейчас я обращаю ваше внимание, что не только скрипты я использую, то есть я использую и сканер, и один скрипт, и второй скрипт, и осциллограммы высоковольтной части, осциллограммы лямбдосондов. И в частности, вот мы вспомнили, мы рассматривали вариант, когда две форсунки не долегают, например, а две форсунки переливают. То есть по цилиндрам не одинаковая смесь. Очень хорошо осциллографом эту ситуацию видно. То есть если мы откроем, если мы сигнал лямбдосонда посмотрим осциллографом, он начинает приобретать вот такую, то есть получается, вот такая пилообразная у него характеристика. Это не есть неисправность лямбдосонда, то есть он у нас рабочий, он очень четко и точно реагирует. Но, получается, мы обогатили смесь и начинаем ее обеднять. Но по мере того, как мы ее обедняем, одни цилиндры уже выбрасывают бедную смесь, одни еще богатые, одни еще беднее, одни еще чуть-чуть богатые. То есть пока мы уберем со всех цилиндров количество топлива, чтобы уже со всех пошла бедная, вот здесь уже со всех цилиндров пошла бедная, здесь со всех богатая. Но по мере того, как мы обедняем смесь, одни цилиндры уже начинают давать бедную, а одни еще богатые. И вот эта зубастность означает, что у вас в вашем банке, который контролирует лямбдозон, не одинаковый состав смеси. По сканеру вы не увидите, не хватает быстродействия, а с лобов это видят. Андрей, подскажите частоту переключения лямбдозонта в одну секунду. Как часто переключается лямбдозон? Спрашивают, как часто переключается лямбдозон. Дело в том, что скорость переключения лямбдозонта в действительности очень высокая. То есть он может переключаться там за считанные миллисекунды. Проблема в другом. То есть когда лямбдозон переключился, блок управления зафиксировал его сигнал. То есть он понимает, что нам надо... К примеру, лямбдозон показал бедную смесь. Блок управления понимает, что надо увеличить подачу топлива. То есть он ждет, пока мы подойдем к углу поворота коленвала, когда надо начать в прессе. Включает форсунку, ждет немножечко больше, чем на предыдущем цикле. Выключает. Это мыльем в закрытый клапан. Клапан открывается. Мы набираем смесь, сжимаем, сжигаем. Рабочий ход. Открываем выпускной клапан. Выдавливаем эти газовый хлопной коллектор. Пока они дойдут до лямбдозонда, у нас проходит достаточно много времени. Поэтому время переключения, оно, скажем, зависит не только от характеристики лямбдозонда, а от длины выпускного коллектора, от режима работы, от самого программного обеспечения. То есть то, что лямбдозон переключается через одну секунду или через три секунды, это не есть характеристика лямбдозонда. Характеристика лямбдозонда – это скорость переключения. То есть насколько быстро он может перейти и с богатой смеси вверху. Грутизна фронта. То есть есть у нас старение лямбдозонда, когда он медленно в течение одной секунды поднимает и в течение одной секунды опускает. И лучше всего эту проверку делать, когда мы сбрасываем, то есть разнули в полный газ и резко отключили топливоподачу. То есть мы в богатой смеси разгоняли двигатель, отключили топливоподачу и мы смотрим, насколько резкий у нас получился фронт. Вот в этом месте мы можем... Не, мы можем в этом месте оценить, насколько быстро отреагировал лямбдозон. То есть он должен там практически не более 0,3 секунд реакции. То есть если там у нас уже до 3 секунд доходит реакция, то есть больше одной секунды переключения, это уже плохо, потому что мы уже идем на богатой смеси, а он не может нам переключиться. Мы уже идем в бедную смесь, а он долго переключается. И у нас получается очень большое расшатывание состава смеси. Так мы 1% больше, 1% меньше, и уже лямбда реагирует. А так мы добавляем, 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 он прораз отреагировал. Мы убираем, убираем, убираем топлив, он еле-еле отреагировал. Это тоже может быть причина большого расхода. Как правило, по сигналу лямбдозонта я вижу, то есть если он медленно, плавно поднялся, потом он так по диагонали опустился, такой лямбдозонт я уже приговариваю к замене, но еще на всякий случай проверяю его в режиме сброса. Если лямбдозонт видит у нас индивидуальные выхлопы каждого цилиндра, это очень хороший лямбдозон. Ну, нормальный лямбдозон в действительности, это очень хорошо видит. Значит, по ПИ для дизеля, к сожалению, сейчас этого решения нет. То есть есть скрипт, уже на сегодняшний день я могу обрабатывать сигнал дизельного двигателя. Но поскольку дизеля, как правило, не позволяет удачно подключиться, то есть если у кого-то есть датчик, который позволяет работать с дизелем, то есть я готов эти файлы обрабатывать и давать себе инструмент для обработки. Но по факту... А свечи ватные синие? А, они не работают, не работают. Не работают, если на сегодняшний день свечи накаливания с встроенным датчиком давления. Но измерительным элементом самой диафрагмы выступает вся свеча накаливания. То есть получается очень тяжелый измерительный элемент. И она измеряет не только изменение давления, а все вибрации двигателя. То есть у нас очень шумный сигнал. И диапазон у нее очень большой. То есть там реально оно все такое ступенчатое. Мы пробовали, мы работали с этим датчиком. Но, к сожалению, качество просто отвратительное. То есть не... Да, для блока управления какая-то информация там есть. Но по факту, чтобы работать с такой точностью, как мы с бензиновым двигателем, не работает. То есть мы пробовали и официальные датчики закручивать. Есть определенные наработки, мы пробуем, но готового решения нет. Готого решения нет. Значит вот, теперь я хотел бы рассмотреть вкладку угол опережения зажигания. Значит данная вкладка показывает, какое угол опережения зажигания в нашем цилиндре. Тот, который мы проверяем. На основе сигнала датчика давления мы определяем, где верхняя мертвая точка. И имея сигнал искры, мы можем нарисовать вот такой график. Как этот график у нас, скажем, читать его? У нас есть режим колостого хода, где у нас двигатель работает на оборотах приблизительно 900. В данном случае и опережение приблизительно 9 градусов до верхней мертвой точки. Цвет графиков обозначает давление во впускном коллекторе. В данном случае, тут правда у нас проценты, наверное мы все-таки это переменуем в килопаскале. То есть получается, что в режиме колостого хода у нас там приблизительно 30-40 кПС. Мы плавно нажимаем на педаль газа. У нас зажигание становится раньше, приблизительно 25-24 градусов. И 40-50 кПС в опускном коллекторе поднимаются обороты. 2000-3000, угол опережения становится еще более ранним. 30-40-45 до 50 градусов на 4500 оборотов. Мы отпускаем педаль газа. Создается разрежение в опускном коллекторе. Подключается топливоподача. Разрежение в опускном коллекторе становится достаточно сильным. Давление 20 кПС. Зажигание становится более поздним. Обороты опускаются до наших тысяч. Потом мы резко нажимаем педаль газа. Цвет графика становится красным. То есть 90-100 кПС. Почти одна атмосфера в опускном коллекторе. Угол опережения достаточно поздний. И двигатель быстро разгоняется. Видно, как циклы быстро поднимают обороты двигателя. 2000-3000, на 3000 оборотах у нас 25 градусов угол опережения. То есть мы его разогнали, опустили газ. И опять синий график минимального разрежения вернулся в режим холостого года. Вот это у нас график обычного корпораторного двигателя с трамблером. То есть наш трамблер имеет грузики, которые по мере увеличения оборотов делают угол опережения зажигания более ранним. Это понятно? Это понятно. Значит, вот у нас видно. Это у нас один грузик работает. Это у нас работает второй грузик. То есть по мере увеличения оборотов сначала один грузик увеличивает угол, потом второй грузик увеличивает. То есть вот этот перелом – это переход одного диапазона работы одного грузика и второго грузика. А что вот это у нас? Почему у нас эти графики разошлись? Зеленый и красный. Вакуумная коррекция. То есть у нас есть диафрагма, в которой подключен вакуум из впускного коллектора. Когда у нас есть разрежение во впускном коллекторе, у нас зажигание становится позже. Нет возражения. Вот, наоборот, правильно. То есть когда у нас разрежение во впускном коллекторе, у нас зажигание становится раньше, а без разрежения у нас зажигание становится позже. То есть в данном случае, когда мы набираем обороты с плавным, с небольшим открытием дроссельной заслонки, в опускном коллекторе есть разрежение, у нас более ранний угол опережения зажигания. Когда мы полностью нажали педаль газа, у нас более поздний угол. То есть зеленый график выше, чем красный. Но, если мы заметим, синий график, он тоже у нас находится возле красного. То есть кто ремонтировал компраторы, кто моноинжектор еще ремонтировал, там у нас либо так специально просверлено отверстие, что у нас в режиме холостого хода нет разрежения возле этой трубочки, либо у нас стоит вообще отдельный электроклабок, который отключает вакуум на нашу диафрагму. То есть это сделано для того, чтобы в режиме холостого хода у нас двигатель работал на позднем угле. Таким образом мы получаем более стабильную работу, то есть мы больше наполняемость цилиндров. То есть не буду я сейчас вдаваться в нюансы. Основная задача нам убедиться, что красный график у нас находится ниже, зеленый находится выше. И вообще-то у нас есть вот эти зоны рекомендуемого угла. То есть красный график рекомендуется, чтобы попадал в красную зону. Зеленый график рекомендуется, чтобы он попадал в эту зону. Холостой ход желательно, чтобы попал у нас в эту зону. Таким образом мы можем видеть, попадает ли зажигание данного двигателя в желаемые зоны. Что это за зоны? Эти зоны мы вычисляем на основе тех характеристик, которые мы сняли с нашего двигателя. Вы задавали мне вопрос, как настраивать зажигание. Значит смотрите. Вот ваш коллега обратил внимание, вот они экспериментами выяснили, что чем выше компрессия в двигателе, а другими словами, даже не компрессия, ну другими словами степень сжатия, чем выше, тем позже нужно делать угол опережения зажигания. Более того, значит вообще в целом, в целом для работы петля. Просто чем выше степень сжатия, тем больше склонность к детонации. Нам надо делать более поздние углы. Более того, чем больше двигатель набирает воздуха, тем тоже нам нужно делать более поздние углы опережения зажигания. И здесь мы как раз вот эти все расчеты сделали. То есть мы определили степень сжатия, мы по вкладке вкус, которую мы сейчас будем рассматривать, определили сколько, на каком режиме цилиндр набирает воздуха. И мы рассчитываем, что для этого мотора, на вот этом режиме, желательно, чтобы угол опережения вписался где-то в эту зону. Почему такая широкая зона? В идеале нам нужно попадать в верхнюю часть вот этой зоны. То есть вот красный график желательно, чтобы был где-то максимально близко к верхней части, зеленый график максимально близко в этой части. Почему мы очень часто наблюдаем, вот возьмем следующий график, это у нас карбюраторный, ага, это, кстати, вот та же самая машина с трамблером. Просто это до замены трамблера у нас происходило. Это не пропуски зажигания, это настолько, это такой угол опережения зажигания давал трамблер. То есть у нас настолько разбиты были подшипники, то есть что наш угол опережения зажигания был нестабильный. Он мог быть то раньше, то позже, то раньше, то позже. И не могли выставить зажигание, то есть машина детонировала, потому что у нас регулярно он выскакивал из нашей зоны. То есть человек делает более позднее зажигание, вроде бы не звенит, но тогда и не едет. Вроде бы он настроил правильно зажигание, а кратковременно оно становится очень раннее, то есть и он едет, оно ему постоянно позвякивает. То есть поменяли трамблер, машина перестала зенять. То есть вот угол опережения зажигания, он регулярно выскакивал достаточно сильно из нашей красной зоны. Это вызывало детонацию в нашем двигателе. А в этом примере это у нас уже электронное управление. Здесь блок управления сам управляет зажиганиями достаточно сложные алгоритмы. То есть основное, что мы видим, что красный график, он у нас почти вписался в нашу красную зону. Немножечко он на низких оборотах вышел из зоны нашего красного графика. И реально вот эти двигателя 1.6 с Сименсовскими блоками управлениями, ты когда трогаешься с низких оборотов, он периодически цель-цель-цель пару раз позвякивает. То есть я лично бы, если бы настраивал такой двигатель, конечно, я бы вот этот угол опережения постарался сделать чуть-чуть позже. То есть мы накопили это. Это с электронной зажигания. То есть красный график у нас на низких оборотах слегка завышен. То есть немножечко заранее зажигание. А вот зеленый, то есть мы рекомендуем его в этой зоне, а блок управления его достаточно сильно позднее. То есть почему производители очень часто делают достаточно позднее зажигание? Вы можете очень часто увидеть красный график не здесь, а вот где-то здесь. И зеленый тоже будет достаточно низко. Это связано с тем, что производитель борется с оксидами азота. Чем более позднее угол опережения зажигания, тем меньше выбросы оксида азота. Но мы теряем топливную эффективность, мы теряем мощность. Но поскольку закон требует, чтобы этот мотор вписался в такую-то норму, приходится ставить достаточно поздние углы. То есть если я настраиваю или регулирую зажигание, я стараюсь, как правило, попадать в более ранние углы, то есть приблизительно подверг вот этой зоны. Более того, для газа, то есть допустимо, даже еще более ранние углы, потому что у газа более высокое октановое число. То есть для бензина я стараюсь попасть где-то в эту часть. Это тоже не абсолютно точный график, потому что у нас детонация зависит и от октанового числа, и от температуры воздуха, и от формы камеры сгорания. Мы не можем здесь абсолютно все параметры учесть. Но это для нас уже ориентир. Мы видим, если машина пришла, а красный график в самом низу, значит тут точно надо будет или вариатор какой-то ставить, или какой-то чип-тюдинг. Если мы видим, что у нас зеленый график идет по самому верху, это будет экономичная работа. Да, может не очень экологичная, но он будет хорошо ехать, у него будет отличный расход. Если зеленый график будет достаточно поздний, ну скорее всего мы не добьемся той эффективности, той экономичности этого двигателя, сколько в принципе с него можно было бы пойдет. Если пойдет еще выше, там тоже у нас есть предел. То есть если очень угол ранний, то есть может даже, у нас может и детонации не быть, но просто давление начинает останавливать поршень еще до того, как мы дошли до верхней мертвой точки. И мы начинаем терять уже мощность. Поэтому как бы надо тоже аккуратно повышать углы опережения зажигания. Но вот здесь видите, какая у нас красность. Цель видно, нет? 21-15. А как определить? Это провернутый зубчатый венец у нас между звездочкой зубчатого ремня и баркерным диском? Или это сама звездочка зубчатого ремня провернута на коленвале? Правильно. То есть кто уже пользуется этими инструментами, вот он уже четко дает ответ. То есть если у нас, значит еще раз, у нас есть наш коленвал, к которому прикручена звездочка и крутит ремень ГРМ, зубчатый ремень. И на эту звездочку одет маркерный диск с зубами, на который смотрит датчик. Если у нас провернут только маркерный диск, тогда у нас фазы газораспределения будут правильно. И на вкладке фазы ГРМ мы увидим, что у нас фазы нормальные, только зажигание сместилось. Но если у нас провернет звездочку зубчатого ремня ГРМ вместе с маркерным диском, тогда у нас будет и позднее зажигание, и поздние метки газораспределения. Причем аналогичная ситуация и на тех моторах, у которых трамберт приходится самим распредвалом. То есть если у нас перескакивает распредвал в более позднюю или в более раннюю сторону, мы одновременно видим и зажигание смещения, и метки газораспределения смещения. То есть при помощи этого инструмента мы сразу же видим, куда нам надо смотреть. Или идем в сторону ремня газораспределения, или мы отдельно смотрим только на ту систему, которая регулирует наше зажигание. Понятно? Я вам понять, что у нас есть изменения газораспределения. Ну, в действительности и изменения газораспределения тоже. То есть мы полностью переходим на другой кулачок. То есть в ДЭК у нас в режиме холостого хода сначала мы только один клапан открываем, потом мы открываем одинаковыми кулачками два клапана, а потом переходим совершенно на другой кулачок. То есть и вот тот кулачок, он может иметь другие фазы. То есть, как правило, они там слегка отвечают зарод основных. Но в режиме холостого хода мы все равно проверяем только один кулачок. То есть и мы считаем, если этот кулачок работает правильно, то и другие кулачки. И вот новые Хольцвагены у нас имеют так званый, где наш роман, двигателя с циклом Будак, если я не ошибаюсь, то там хитрая тоже схема работы. То есть там кулачок вообще у него и высота измененная, и фаза. Честно говоря, ни разу я еще его не тестировал. То есть у меня только теоретическое. Да, они переключают на другой кулачок. То есть там такая муфта сдвигается, и мы переключаем то на один кулачок, то на другой кулачок. Те же вальватроники тоже скрипт. Он обрабатывает вальватроник. То есть и он показывает тогда... Ну, хорошо. Пока что... То есть с вальватрониками работаем... А? Вообще кулачок. Ну, чуть-чуть такой. Маленький-маленький кулачок. Да, он показывает, что клапанок только чуть-чуть переоткрывается, и скрипт его обрабатывает и с вальватрониками тоже. Хорошо, в общем, по зажиганию. Понятно? То есть мы видим, что у нас красный график смещен ниже красной зоны, зеленый график смещен ниже красной зоны. Вообще зажигание, в большинстве случаев мы обращаем внимание вот на этот красный график. И понимаем, где у нас он размещен. То есть для нас это основная характеристика наше зажигание, особенно для электронных систем. Потому что он там такого программирует, то есть умом не всегда можешь это понять. Берем за основу красный график, смотрим, насколько он попадает или не попадает в нашу зону, и это для нас информация, нужно ли или не нужно вмешиваться в наш скрипт. Большое наполнение цилиндров, слабое... О, слишком поздний угол опережения зажигания на максимальной нагрузке. То есть вот в данном случае у нас скрипт проанализировал вот этот файл и автоматически дал у нас угол опережения зажигания позже оптимального, слабое разрежение на холостом коду. Ну и из-за этого и слабое разрежение. Мотору тяжело работает, регулятор холостого хода открывается, чтобы удержать обороты холостого хода. Большое наполнение цилиндров, это уже следствие вот этой неисправности. Хоже, смещение у меня отдавал, неправильно выгнал этот удлинитель датчика, который их, он давал смещение по уку. Понимаете, смещение? Да, да. Вот тут замечание рассказывает, что если мы запускаем этот скрипт ПИКС и указываем неправильно датчик наш, то есть у нас удлинитель, он создает задержку сигнала, то есть давление, пока дойдет до датчика, проходит определенное время. И на высоких оборотах из-за этого график может слегка искажаться. Поэтому старайтесь указывать всегда правильно датчик. Меряете ПИКС-35, укажите. Меряете удлинителем, укажите. Используете гибкий флекс удлинитель, укажите. Если вы его не укажете, у вас будет какое-то отклонение. То есть хотите максимально точные диагностики, укажите эти все параметры точно. Вот эта вкладка «Впуск», значит, данная вкладка показывает, насколько хорошо наш мотор набирает воздух. Значит, зачем нам нужно понимать, насколько хорошо наш мотор набирает воздух. Значит, дело в том, что мы в нашем моторе можем дать топливо, хоть с ведра туда забить. Мы можем зажигание сделать максимально раннее, максимально позднее. Но если наш мотор не возьмет достаточно воздуха, никакого толку с того бензина и зажигания мы не получим. То есть первая основа работы двигателя, он должен набрать достаточно воздуха, только тогда мы можем на этот воздух дать правильную порцию топлива, поджечь в оптимальном угле отряжения, только тогда мы получим нормальный грудящий момент. То есть вот эта вкладка показывает, сколько воздуха остается в цилиндре после закрытия впускного клапана. Сколько чистого воздуха, кстати, здесь даже не учитываются те выхлопные газы, которые остались в цилиндре. То есть мы вычитаем те выхлопные газы, которые остались в цилиндре. То есть мы высчитываем только чистый воздух, который попал в цилиндр и остался там после закрытия впускного клапана. Просто сам факт того, что у нас в опускном коллекторе открыта дроссельная заслонка, и у нас одна атмосфера, еще не говорит про то, что этот воздух попадет нам в цилиндр. Мы его можем набрать, но до половины вытолкнуть, потому что поздно закрыли клапан. У нас может быть неправильно настроена длина впускного коллектора. То есть завод делает дополнительные заслонки в опускном коллекторе, всякие отросточки у нас в впускном тракте, фаза газораспределения, впускные, выпускные клапана. И вот реакцию всей вот этой системы здесь мы можем оценить, на каких оборотах, в каком режиме, то есть полностью открыта дроссельная заслонка, частично открыта дроссельная заслонка, закрыта дроссельная заслонка, какой процент наполнения мы получаем, на каких оборотах. То есть в идеале красный график нам нужно где-то вписаться вот в эту зону. То есть вот это как бы среднестатистический инжекторный двигатель, где-то нам попадает сюда в эту дроссельную. Карбюраторные, как правило, у нас ниже имеют наполнение, то есть редко, выше 100% у нас наполнение есть. Вот эти 100%, я взял условную такую границу, сколько набирает воздух, скажем, средний карбюраторный двигатель. Почему он меньше набирает, чем инжекторный? Потому что создается сопротивление. То есть вот эти диффузоры карбюратора, они создают сопротивление, и он не может набрать столько воздуха, сколько набирает инжекторный, у которого нету в опускном тракте каких-то сопротивлений. Я не говорю там про какие-то там спортивные карбюраторы. То есть обычные карбюраторные автомобили. Турбина у нас, график, становится не только красный, то есть 100%, в данном случае 100 кП, там может быть 110, 120, 130 кП, в зависимости от того, насколько мощная турбина. И чем больше мы набираем воздуха, и на чем больших оборотах, тем больше мощность мы можем получить от нашего двигателя. Теоретически. То есть, ну просто для того, чтобы эту мощность получить, нам уже надо будет правильно подать туда топливо, правильную смесь, правильно подать зажигание. Но если этот воздух в моторе не набирает этого воздуха, сколько, чтобы там мы не накрутили, никуда этот мотор уже не поедет. То есть это первая основа для того, чтобы вообще там что-то искать. Если вы видите, что этот мотор не набирает уже нормально воздуха выше 5000, нет смысла ему снимать ограничения оборотов, там 6-7 тысяч и так дальше. Нет смысла что-то там искать. Этот мотор не будет на тех оборотах, нормальный не будет. Он едет, но мощности нормальной мы не получаем. И когда мы тестируем какие-то высокооборотистые моторы, мы всегда видим, что у нас там наполнение воздуха выходит достаточно высоко. В данном случае, вот на этом примере, мы попробовали систему изменения впуска. То есть на PFQ-моторе у нас в опускном коллекторе есть заслонка. Мы ее переключили в одну сторону, переключили в другую сторону. И вот оказалось, когда она включена в одну сторону, лучше мы набираем на 3500 оборотов воздуха, но хуже набираем на 5000. Когда мы переключили в другую сторону и еще раз газнули, у нас наоборот получилось, что на 3500 хуже на половине, но на 5 лучше. Получается, в этой точке блок управления переключает эту заслонку. То есть до 4500 мы включаем заслонку вот так, после 4500 мы переключаем в другую сторону и держим ровный крутящий момент. То есть вроде бы, что там нам эта заслоночка добавляет? Фактически в точке А у нас на 100% мы можем взять 103% воздуха или 111 наполнения. То есть почти 10% на 3500 мы получили дополнительного крутящего момента за счет одной заслоночки. То есть оно стоит того. Поэтому завод ставит заслонки в BMW, в два выпускных канала, там апеля, ну практически все делают там заслонки. За счет этих заслонок мы можем получить несколько процентов дополнительного крутящего момента до 10 в данном случае. Следующая вкладка это выпускной тракт. То есть данная вкладка показывает нам, какое сопротивление создает наша выпускная система. Сколько энергии, сколько крутящего момента мы тратим нашего двигателя, чтобы вытолкнуть выхлопные газы. То есть если у нас будет забитый катализатор, то есть мы можем всю мощность потратить на то, чтобы вытолкнуть выхлопные газы. И если у нас какой-то правильно сделанный выпускной коллектор, какие-то резонаторы, настроенный выхлоп, мы наоборот можем значительно понизить ту работу, которая тратится мотором на очистку от выхлопных газов. Ну, в целом, я вот ни разу смотрел самодельные оглушители, то есть ни разу я не видел самодельного оглушителя, чтобы хотя бы приблизительно имел параметры заводских. То есть все самодельное, скрипт сразу ставит крест. Ну, и диаметры, то есть завод это все просчитывает. То есть резонансы, диаметры, пропускную способность. А турбина, большое сопротивление? Вот сейчас за турбину я покажу, как скрипт показывает большое сопротивление. То есть вот здесь в данном случае практически почти все хорошо. На оборотах выше 5,5 тысяч есть небольшое поджатие выпуска. Вы должны понимать, что сейчас на любой замчасти производитель экономит. И выхлопную систему тоже не делают с запасом на 6-6,5 тысяч. Вот можно было бы сделать выхлопную на миллиметр меньше? Они бы сделали на миллиметр меньше. То есть реально 5,5 дальше там все равно уже никто не ездит. И чем дешевле машина, как правило, тем хуже на высоких оборотах ведет себя выхлоп. На более дорогих машинах он лучше. В данном случае у нас все нормально, мы практически полностью вписались. Вот здесь еще один пример. У нас 100% мощности двигателя на 3 тысячах оборотов затрачивается на выхлопную систему. То есть катализатор наглухо забитый, он по 3 тысяч и больше не может у нас набрать оборотов. Все 100% мощности мы потратили на очистку от выхлопной газа. Сразу обращаю внимание, что может быть даже больше 100%. То есть у V-образных двигателей мы можем получить более 100%. То есть когда у нас забита выхлопная труба на одну сторону двигателя, у нас вся мощность этой головы затрачивается на верну с катализатором. И соседняя голова тратит свою мощность на то, чтобы из этой трубы тоже вытолкнуть. То есть мы можем и 150% увидеть на V-образных двигателях. То есть мы всю мощность этой головы потратили и тратим еще мощность соседней головы. В данном случае 100% на 300% мы потратили на очистку цилиндров от выхлопных газов. Вот в данном случае у нас самодельные движения. Вот как правило вот такие рисунки видно. Бывают даже такие случаи, когда я говорю, у вас забитый выхлоп? Нет, там все нормально. Оказывается колено, не было у них 50 или 32, заварили колено. Ну не едет машина так. Потому и не едет. То есть у них-то он чистый, то есть ничего не забито. Но диаметр не пропускает. Были случаи, когда катализатор обсыпался и скатался в такой шарик теннисный. И это лотерея. То есть забился он в 0 сот, машина едет. Забился поперек сот, не едет. То есть вот такое, с каждым торможением у нас лотерея. Будет машина ехать или нет? Спорт-плато, знаете. Какой подет у нас? Ну да, да. Если он оплавляется, то вы сразу это по программе увидите. Плохое наполнение цилиндра от 3,5-5 тысяч. Вероятно из-за большого сопротивления выпускного тракта. И большое сопротивление при 2,5 тысяч. То есть программа сразу видит, что оно... Кстати, сейчас попробуем, Женя. То есть сразу у нас и наполнение падает. Потому что в цилиндре остается много выхлопных газов, которые и свежего воздуха не можем набрать. То есть у нас выпускной, ага, вот здесь и впускной. И вот видите, как только выпускной начал создавать давление, и свежего воздуха сразу тор стал набирать значительно меньше. То есть вот до 4 он еще более-менее едет, а дальше уже не может набрать свежего, во-первых, а во-вторых не тратит мощность на борьбу с выхлопом. Скажите, что по акселограмме я видит, как он у нас этот битрак, зачем тогда я не буду в этой флопке? А это более детальный? Хороший вопрос. Я тоже когда-то так думал. Когда пару раз я ошибочно посчитал, что у нас там есть проблема, я могу вам привести примеры. Дело в том, что, смотрите, в чем проблема. Поршень двигается вверх, выталкивает выхлопные газы на такте выпуска. Правильно? Но, значит, если поршень уже у нас подошел практически к верхней мертвой точке, он уже почти остановился, даже если в этот момент будет большое давление выхлопа, то есть поршень уже почти не двигается, то есть мы не тратим энергии, коленвал все равно прокрутится. Но когда поршень движется с максимальной скоростью, даже небольшое давление на наш поршень вызывает торможение коленвала, то есть мы тратим много энергии. Поэтому в скрипте я не просто взял давление на выхлопе, я просчитал всю энергию, то есть я умножил скорость поршня на то давление, которое давит на наш поршень. И получается, что в некоторых моторах давление на выхлопе, к примеру, там 2 бара, но уже машина не едет, то есть потому что там сопротивление уже зашкаливает за 50%. А на некоторых машинах у нас появляется пик давления даже 4 атмосферы, но машина без проблем едет, и никаких проблем нету. Потому что это давление возникает непосредственно перед верхней мертвой точкой, чуть-чуть раньше закрывается выпускной клапан, остаток газа мы дожимаем до 4 бар, но остановить поршень мы уже не можем, он и так уже практически остановился. То есть я просто веду к тому, что амплитуда давления выхлопа не говорит про то, сколько мощности мы потратим на очищение выхлопных газов. Понятно, да? То есть, а вот эта схема, почему я начал это все писать? То есть я раз ошибся, второй раз ошибся, третий раз ошибся. Тут я говорю, что катализатор забитый, потому что 4 атмосферы выхлопа, мы его разбираем, а там все хорошо. А второй раз я смотрю 2 атмосферы, это вроде бы немного. Начинаю проверять, машина не едет. Отключаю выхлопную трубу, все, поехало. И я начал искать решение. То есть, когда я это математически все пересчитал, все стало на свои места. По-хорошему можно здесь тоже посмотреть. Нам надо, зная, что в этой точке у нас максимальная скорость поршня, нам надо смотреть, какое давление там, где у нас максимальная скорость поршня, и меньше и меньше обращать внимание на те точки, когда уже поршень останавливается. А тем более, тут есть и отрицательные участки. Отрицательные участки, в этот момент поршень за счет настроенного выхлопа, то есть мы в момент открытия выхлопа, мы можем выкинуть, то есть высосать выхлопной трубой газы, создать даже разрежение в обкуске, и мы будем даже разгонять поршень. То есть программа это все сама считает. Это все можно посчитать вручную. Просто скрип, это не чудо какое-то. Просто это все вручную можно посчитать, но это сголосальные затраты времени. То есть мы не можем потратить на одну машину, а если их 20 за день. То есть там часы и часы работы, для того, чтобы все просчитать. Мы нажали одну кнопку, оно все нам просчитало. То есть я постарался сделать для себя инструмент, который значительно ускоряет нам работу. И вам я очень рад, что вам тоже. А, да, сопротивление выхлопа. Значит, спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Дело в том, что действительно, турбина создает дополнительное сопротивление выхлопных газов. Но турбина также дополнительно создает нам давление на впуске. Она дает нам дополнительное давление. С одной стороны, мы тратим энергию, чтобы вытолкнуть выхлопные газы. У нас турбина создает давление. Но с другой стороны, когда открывается впускной клапан, у нас уже воздух идет под давлением. И он разгоняет наш поршень. Поэтому турбина не забирает, скажем, большую мощность у двигателя. Ту, которую мы потратили на выпуск, мы ее энергию получаем, когда идет впуск. То есть таким образом, мы больше за счет горения. Но даже уже в момент выхлопа и в момент на такте выпуска и на такте впуска мы уже часть энергии получаем назад за счет того, что воздух давит нам на поршень. И это мы учли. Если мы видим, что на вкладке впуск есть положительное наполнение, то есть больше одной атмосферы давления, значит, скорее всего, у нас стоит турбина. И вот эта красная зона на выхлопе, мы ее поднимаем, то есть разрешаем, чтобы выхлоп был более поджатый. То есть, чтобы мы не ставили диагноз, что у нас выхлопная труба забита. Так инерционный, он не создает давление на выхлопе. Инерционный, а бывает механический наднос. То есть, если у нас стоит механический нагнетатель с приводом от коленвала, у нас тоже будет большое наполнение, но выхлоп не будет поджатый. Просто для такого мотора у нас тоже зона выхлопа будет допустимая больше, но график выхлопа не будет подниматься. То есть, это нормально. А для турбины, вот смотрите, видите, у нас выше 5000 включается турбина и начинает давать нам давление 110, 120, 130 процентов, другими словами, 130 килопаскаль. И, соответственно, на вкладке выпускной труб у нас красная зона значительно выше. То есть, мы допускаем, чтобы на этом моторе, раз у нас есть большое давление на впуске, значит, может и больше давление в оборотной трубе. Понятно? Понятно. И вот тут, кстати, вот можем и посмотреть, какой у нас здесь впуск. Смотрите. вот у нас 7-8 тысяч, на 8 тысяч оборотов у нас 200 процентов наполнения. то есть, ну, я думаю, те, кто работал с инструментом, вряд ли таких много моторов не видел. То есть, это BMW 3.2, по словам хозяина, у него 650 лошадок. 850 лошадок. 850 лошадок. 850 лошадок. 850 лошадок. 850 лошадок. 850 лошадок. Ну, это опять же, по словам, ну, реально, конечно, видно, что этот мотор очень много воздуха берет, и причем на таких очень больших оборотах. Другие вкладки, вкладки, вот результат анализа. Тут вот, ага, здесь у нас угол опережения зажигания, вот что интересно. То есть, вот мы рекомендуемый угол был здесь, и как только у нас в выпускном тракте пошло усиленное увеличение воздуха, приходится позднить угол. То есть, скрипт предлагает, что надо более поздние углы. Но тут, правда, оно чуть-чуть не совпало, скажем, с нашими рекомендациями и тем, что у нас было запрограммировано в блоке управления. Так, выпускной есть, впускной достаточно, вот видите, фазы, вот видите, тоже достаточно у нас широкая. Это, а, это 6 дросселей здесь, а, то есть он 6-дроссельный. количество, количество. Ну и вот здесь для цилиндра со степенью сжатия 9,9 наполнение слишком большое. Раз турбина дует у нас такое количество воздуха, то есть надо этот мотор разжимать. То есть, получилось, кстати, этот мотор, почему его и диагностировали, он не единожды сгорал. И, скорее всего, из-за того, что очень высокое степень сжатия 9,9, а дует туда турбиной слишком много воздуха, то есть оно детонирует, и этот мотор разрушается. То есть, скрипт, видите, сразу делает необычное скрипточное наполнение, ну вот, они тут идти. Да, да, цифра вращения слишком высокая, но, возможно, это для этого мотора и нормально, то есть спортивный характер повышает холостой ход, потому что неустойчиво работает мотор. Буквально пару слов скажу. Это я сейчас два инструмента вам рассказал, еще раз обращаю ваше внимание. Один и второй инструмент измерения происходят в течение одной минуты, то есть мы целый день с вами рассказывали, но в действительности это одну минуту. Я понимаю, само подключение может занять времени больше, но само измерение оно на типичных моторах иногда и быстрее. То есть иголочку с датчика иголого включили, прищербочку поставили, два раза вознули, получили результат. Да, не всегда легко, я согласен, но, как правило, на таком моторе не всегда легко померить другими способами, то есть померить компрессию все эти измерения. Аналогично и с крик-фри. Тоже одна минута, за одну минуту сделали измерение и получаем вот этот весь объем информации. общая. Общая катушка и прищепочек прищепочек либо общая если индивидуальная здесь вот на рисунке мы показываем на фотографии выбираем индивидуальную катушку удлиняем дополнительные высоты общая катушка с четырьмя высоковольтными проводами и зацепить индивидуальную катушку. Есть у нас специальные такие белые переходнички которые позволяют эту катушку в катушку вставляется переходничок и на переходничок удлиняющие провода подключаются. Более простой способ то есть можно индивидуальную катушку просто первой катушке приложить емкостный датчик или мимо катушки я иногда подсовываю пластиночку и емкостный датчик у нас снимаю непосредственно с самой катушки синхросигнал. Еще один из вариантов то есть мы можем если у нас есть четыре индивидуальных канала управления каждой катушкой то есть зная какой канал отвечает за первую катушку например по схеме мы можем иголкой оттуда взять синхросигнал скрипты с ним тоже работают еще один вариант мы можем никак не надо указывать вы даете синхросигнал скрипт сам вместо синхрос все что вы ему дадите главное чтобы это был единичный импульс на полный цикл работы вы выбираете с какого канала вы это сняли даже есть способ вы можете подключиться на питание катушки то есть у вас есть токовая прищепка вы принимаете один провод по которому поступает питание на катушке и по этому проводу у нас 4 раза будет проходить ток на одну на вторую на третью на четвертую и у вас будет 4 импульса если вы сняли скрипт css у вас будет один импульс на полный цикл работы а будет 4 импульса то есть для первого цилиндра для третьего для четвертого для второго и вы когда запускаете скрипт css вы ему говорите у меня синхронизация не по первому цилиндру а там есть первый второй третий четвертый и другой вы указываете другой в следующем окне он открывает окошко спрашивает а какой другой а вы говорите а у меня импульс и по первому и по третьему и по четвертому и по второму то есть по всем цилиндрам а у вас все 4 цилиндра имеют синхронизация я вам нарисую скрипт он рисует все цилиндры рисует цветом но он говорит я не знаю какой цвет отвечает за какой цилиндр и все графики подписываются первый график например красный график это либо первый либо третий либо четвертый либо второй второй график это либо второй либо 3 4 2 1 и следующий то есть он меняет цифры таком способом вы по всем цилиндрам засинхронизировались вы не знаете какой цилиндр за какой цвет отвечает но иногда и не надо знать мы сделали скрипт CSS мы видим у нас нету компрессии в каком цилиндре нету компрессии сейчас нас не интересует мы знаем что у нас компрессия он троит потому что там нету компрессии это уже задача мотористов кто себе разбирается он троит потому что у нас не работает катушка какой именно цилиндр троит нас мало интересует мы знаем что нам надо проверить все свечи и если не помогло поменять катушку мы видим что у нас форсунка какая-то не доливает какая именно не доливает нас мало интересует мы все равно все форсунки будем снимать все их проверять и мыть то есть не всегда нам надо знать точный цилиндр Но если нам надо знать точно цилиндр, а мы не можем за конкретный цилиндр засинхронизироваться, тогда мы кратковременно один цилиндр отключаем. То есть, например, мы кратковременно во время замера с криптовым CSS мы завели режим холостого кода, один раз газнули, работаем на холостом, кратковременно отключили форсунку первого цилиндра. Отключили, назад включили. И дальше полный газ и заглушили. И на графике мы видим, ага, желтый график провалился. А, значит, желтый график это первый цилиндр. А в желтом графике какая подпись там? 1, 3, 4, 2. Первая циферка правильно, первая. Значит, и у красного графика первая будет правильная, и у желтого первая, и у зеленого первая правильно, и у синего первая правильно. Понимаете идею? То есть, мы можем синхронизироваться не только по одному цилиндру. Например, у нас на диск-системе мы не можем подключиться, чтобы у нас был один импульс большой, один маленький. То есть, все одинаковые. Бывают некоторые неисправности, когда у нас диск-система дает одинаковую амплитуду и основной, и холостой искры. Вы снимаете, а он вам пишет не 60 минус 2, а пишет 30. 30. Это из-за того, что у нас нет четкой искры на два оборота коленвала. У нас каждый оборот одна искра. Я посмотрел, а, как у нас каждый оборот искра, а, значит, это искра и первого, и четвертого цилиндра. Я говорю, синхронизация другой. Он говорит, а какой другой, и первый, и четвертый. То есть, импульсы идут и от первого, и от четвертого цилиндра. И он искрыт выполняет. Но он говорит, вот этот график либо первый, либо четвертый. Я не знаю, какой, потому что импульсы одинаковые. Это либо второй, либо третий. Это либо третий, либо второй, либо четвертый, либо первый. Я уже вижу, а, у меня троит либо второй, либо третий. Какой конкретный, если мне надо проверить? Я краткое время надерну форсунку и буду знать, что это тот, либо уже переключаю синхронизацию примерно на второй цилиндр, и там уже у меня хорошая искра. Да, слушаю вас. Ну, я стекнулся с тем, ну, полониром. Теоматик. Противина грузов. Газовый блок перестал видеть. Ну, теоретично, что делает блок? Вы говорите, драйвер еще не работает. Березвонив все импульсы, перешукал все света. Проблема была в катушке. Чи показал ваш скрипт какую-то проблему, и как вы ее показали? То есть, ваш блок не бачил сигнал датчика коленвала, а проблема была в катушке. Не бачил я там оборудовую. Оборудовую. То есть, чому вы не понимаете, почему он новый год? Проверз на другую катушку поставлю и пошла импульс. Дивите, какая ситуация. То есть, если бы вы мне показали дебайли... То есть, она не бегаемо, работает. То есть, машина на пензене не приедет. Ну, ничего, ніяких признаков получше, что все будет. Вы понимаете, что если вы попали в катушке, то надо проверить кто-то на сцене. Да. Таким образом, скрипт еще показал. Бывает еще такая ситуация, что не факт, что в катушке проблема. То есть, просто... Вы ее снимали, трогали проводами, назад поставили, уже где-то был плохой контакт в каком-то дроте. Да, она решила вопрос. Но не факт, что проблема была в катушке. Просто для того, чтобы вам точно дать ответ на эту ситуацию, мне нужно иметь достаточно информации. То есть, по вашей информации, хотя бы... В таких случаях я всегда прошу, покажите мне файлы, которые вы записали. Дайте мне точную информацию, что вы проверяли. То есть, иначе не могу я вам нажать... Если бы ваша машина троила, тогда мы бы на скриптах четко увидели, по какому цилиндру троит и проблема или... Вот, если она не троит, мы скриптом вряд ли что-то увидим. И PX, он катушку не проверяет, он нам показывает угол отражения зажигания. То есть, но... Не могу вам сказать. То есть, в данном случае это надо смотреть индивидуально. Еще раз говорю, ни в коем случае я не позиционирую вот эти свои скрипты как чудо, которое покажет любую проблему. Каждая проблема требует своего инструмента. Сканер находит свои проблемы. Ну, а если она не троита, а имеет пропуск на движение? У нас ситуация была подобная. Да, франдер. Приехали в Украине, тестировали. Коррекция. Отличные работают, но отлично никаких вопросов. Естественно, люди только купили машину, приехали ставить газ. Франдер двенадцатого года трехпетровый дверь. Раз мы поставили. Первая проблема при нахрустке, то есть это либо драйв, либо задняя передача, кондиционер, свет, там, и все на возможные нагрузки. Есть провод. Меняем все шпин, ставим все. Отличный вопрос с татушки. Поменяем одну татушку. Поезжаем на здраво идет дальше. Опять проблема по тому, что она поддергивается. Убираем провод с татушки, ставим на датчик. Как правило, проблемы нет. Проходит пол дня, люди едут в татушку. Звонят, говорят, трои приезжают, уже другая. Все поменяют. Вопросов нет уже, как правило. Недели трехпет. Вопрос, если она... Если хотя бы один раз этот цилиндр за троин в момент проведения измерения, вы это увидите на скрипте. Но за троином мы пробуем. То есть если хотя бы, то есть вы его не всегда даже на ухо слышите. То есть резко вы наступили на газ, она и разогналась. Не всегда слышно, был про трои или нет. А скрипт он ему виден. Хотя бы один раз, если он про троил, вы его увидите. Если он ни разу не затроил, вы ничего не увидите.